МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десногорск отметил свое 45-летие. Смоленские атомщики завоевали шесть медалей на первой молодежной спартакиаде отрасли. На планном совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом». Фактическая мощность 24216 мегаватт, выработка 101,4% к плану ФАС, в работе 29 энергоблока в ремонте 7. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе три энергоблока, второй блок в составе третьей машины, нагрузка суммарная 2557 мегаватт, существенных замечаний нет по рабочему оборудованию, продолжается ремонт четвертой машины. Смоленская АЭС На Смоленской станции завершилась повторная партнерская проверка Всемирной Ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные электростанции. Она выполнена по плану сотрудничества с концерном «Росэнергоатом». Пять экспертов из России, Украины и Армении дали независимую оценку прогрессу, достигнутому предприятиям в области для улучшения, отмеченных партнерской проверкой 2017 года. Независимые эксперты Всемирной Ассоциации операторов атомных электростанций отметили 55 положительных фактов, подтверждающих прогресс производственной деятельности, повышение уровня безопасности и надежности Смоленской станции. 13 сентября они представили свои выводы в предварительном отчете. Хотелось бы отметить высокий уровень взаимодействия и сотрудничества команды партнерской проверки и персонала Смоленской станции. У нас была возможность понаблюдать практически за всеми работами, которые мы хотели и которые необходимы были для того, чтобы получить качественные результаты. В ходе партнерской проверки 2017 года были выделены резервы для улучшения в таких направлениях, как техническое обслуживание и ремонт, радиационная защита, надежность оборудования, организация и администрация, опыт эксплуатации и других. Спустя два года, по правилам Всемирной Ассоциации, эксперты оценили эффект от реализации корректирующих мер, используя международную шкалу с четырьмя уровнями А, Б, С и Д. Наблюдая за выполнением работ, интервьюируя руководителей и персонал, анализируя документацию, они собрали 55 фактов, подтвердивших совершенствование производственной деятельности Смоленской атомной электростанции. Трем областям дана оценка А. Это означает устойчивый прогресс, выполненные мероприятия, устранили выявленные недостатки. В шести областях достижения на уровне Б, то есть очевидные улучшения, продолжается реализация запланированного и пересмотр плана мероприятий не требуется. Эксперты особо отметили, что системная работа налажена во всех направлениях. Результаты этой повторной партнерской проверки положительные. Все области оценены как категории А и Б. Это высшая и вторая оценка, то есть говорит о серьезных успехах станции по тем областям улучшений, которые были нам представлены. Соответственно, визит партнеров помог нам получить независимую оценку того этапа развития, на котором находится сейчас Смоленская атомная станция. Ну и по результатам, конечно, мы разработаем дополнительные корректирующие мероприятия, нацелим те пути, куда мы пойдем для дальнейшего улучшения работы станции в процессе повседневной эксплуатации. Десногорск – уникальный город со своей историей и традициями. Родина атомной энергетики Смоленщины гордится своим главным богатством – людьми, которые здесь живут и трудятся, делая свой общий дом красивее и комфортнее, формируя его будущее. Это утверждение связало все мероприятия 14 сентября. С раннего утра ощущалась приятная суета, атмосфера единения разных поколений. Жители торопились, чтобы дать старт праздничной программе. Сотрудники, ветераны более 50 предприятий и учреждений, общественных организаций, взрослые дети торжественным шествием по центральной улице признались городу в любви. В свои 45, как подобают юбиляру, Десногорск подготовил много событий. На разных площадках к жителям обращались губернатор региона Алексей Островский, депутат Государственной думы Российской Федерации Ольга Окунева, член Совета Федерации Сергей Леонов, депутат областной думы Михаил Лосенко, епископ Рословский и Десногорский Милетий, глава муниципалитета Андрей Шубин, директор Смоленской атомной электростанции Павел Лубенский. Разделились с десногорцами радость торжества руководители Центра спортивной подготовки «Динамо Росэнергоатом» Сергей Фомин, мэр венгерского города Побратима Корой Рамхани. У вас замечательный, благоустроенный, прекрасный город. И очень дружные жители, потому что сегодня, наверное, треть города вышли на шествие и радовали нас своими улыбками и хорошим настроением. На стадионе в четвертом микрорайоне состоялся открытый кубок Смоленской области по баскетболу, в восьмом микрорайоне – освещение камня в основании храма святых Кирилла и Мефодия. На аллее славы за весомый вклад в развитие города честовали представители разных профессий. Всех их объединяет одно желание и умение работать. Неиссякаемая энергия созидания, верная любовь к своей профессии, горячее желание сделать как можно больше и лучше для родного города. Сердечно поздравляю вас с высоким признанием вашего добросовестного, плодотворного труда. Мы гордимся вашими славными делами, преумножающими силу и мощь Десногорска. Пусть ваши свершения станут примером для молодого поколения Десногорцев. Все жители города достойны того, чтобы мы разместили их на таких вот стендах, на этих досках почета. Но город принял решение, и жители города приняли решение выбирать лучше, чем лучше. И пусть они достойно занимают это место. Мы будем радоваться этому, гордиться этим, и нам будет, чтобы оказать нашим гостям. Тем временем на летней эстраде начался многочасовой концерт «Любимый город на Десне». Зрителям не давали скучать творческие коллективы сектора культурно-досуговой и спортивной работы Первичной просоюзной организации Смоленской атомной электростанции и Центра культуры и молодежной политики. Подарили свой позитив специальные гости – участники отраслевого проекта «Десять песен атомных городов» из Доречного, Полярных Зорий, Озерска, Лисы Лапландии из Брянска, Московская кавер-группа «Джамп» и певица Ольга Серябкина. На площади работали торговые ряды и аттракционы. Поздним вечером небо украсил фейверк. С 3 по 5 сентября в Удомли впервые состоялась первая спартакиада среди молодых работников концерна «Росэнергоатом». За первенство боролись более 100 спортсменов с 9 АЭС России, Центрального аппарата концерна, а также команды «Атомэнергоремонт» и «Атомтехэнерго». В копилке команды смоленских атомщиков одна золотая, 4 серебряных и одна бронзовая медали. Соревнования проходили на базе физкультурно-оздоровительного и спортивного комплекса Калининской атомной электростанции. Атомщики соревновались в легкой атлетике, плавании, стритболе, дартсе и эстафете здорово вместе. Команда «Смоленская АЭС» финишировала вторую на соревнованиях по плаванию. Второе место заняла в эстафете 4 на 50 метров вольным стилем. В личном зачете на дистанции 50 метров вольным стилем серебро взяла инженер службы безопасности САЭС Регина Федюкова. В турнирах по стритболу наши ребята также оказались на второй ступеньке педестала почета, незначительно уступив по очкам сильному сопернику – команде Кольской атомной электростанции. В дартсе команда взяла бронзу, в личном зачете инженер-конструктор Анастасия Мастерова одержала победу, Регина Федюкова взяла серебро. В эстафетах «Здорово вместе» команда молодых работников Смоленской АЭС стала серебряным призером. Уважаемые десногорцы, информируем вас, что с 17 по 20 сентября на Смоленской АЭС пройдут комплексные противоаварийные учения. В рамках проведения учений с 18 сентября 11.00 по 19 сентября 13.00 в Десногорске будет ограничено движение транспортных средств на участке дороги от перекрестка УТЦ до Кольца напротив автозаправочной станции «Роснефть». Просим заранее выбирать маршрут исследования. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!